На чем погорели воры в самом крупном аэропорту Италии, зачем Парижу парад в честь футболиста и какое самое оригинальное задание за все годы работы получил американский полицейский. Об этом не только в нашем международном обзоре. Туристический Таиланд затопило. Из зоны бедствия эвакуировали 2000 человек. Причиной потопа стали затяжные дожди на прошлой неделе. Уровень воды в реках поднялся до рекордных отметок. Кроме того, жители предупредили о возможном цунами. Огромная волна может накрыть 80% территории страны. В 2004-м Таиланд уже пострадал от разрушительного цунами. Тогда в регионе погибли 226 тысяч человек. Полиция Рима задержала банду воров, которая орудовала в крупнейшем аэропорту Италии Фьюмичино. Наслед злоумышленников вышли после многочисленных обращений в полицию. Люди заявляли о пропавших вещах из багажа. Карабинеры вычислили двух сотрудников аэропорта. Они и доставали дорогие предметы из чемоданов. Злоумышленники не знали о камере слежения в одной из комнат. Благодаря ей воров и задержали. Футбольный клуб Парис-Сен-Жермен договорился с властями Парижа о проведении парада на улицах города. В честь покупки бразильского нападающего Неймара. Завтра игрок должен пройти медобследование и вскоре прилететь в Париж. Если трансфер не сорвется, клуб заплатит Барселоне за Неймара 222 миллиона евро. Бразилец станет самым дорогим игроком мирового футбола. Предыдущий рекордсмен был на целых 115 миллионов евро дешевле. Фабрис Гропа завершил свое путешествие на скейте по Франции. На борде с электродвигателем и прицепом путешественник исколесил всю страну. Скейт оборудован батареей и заряжается солнечной энергией. На своем транспорте Фабрис планирует совершить первое в мире кругосветное путешествие. Стартует группа весной следующего года. Планирует преодолеть 25 тысяч километров. Хочет доказать, что экологически чистый электротранспорт доступен для всех. В Бразилии группа скалолазов пообедала на 20-ти метровой высоте. Причем не просто перекусили, а накрыли самый настоящий стол. Его специально закрепили на высоте. С собой поднимали даже гриль, чтобы приготовить популярное в Бразилии блюдо чураска. Скалолазы зарегистрировали свой подъем в книге рекордов Гиннеса. Считают, так еще никто не обедал. Самое приятное задание за все годы работы выполнил полицейский Дэвид Бандей из штата Колорадо. На улице к нему подошла 4-летняя Синди и попросила проверить, нет ли в ее комнате монстров. Бандей отнесся к просьбе со всей серьезностью. Вместе с девочкой поискал монстров под диванами, кроватями и в подвале. Видео поисков опубликовала в соцсетях мама девочки. Семья недавно переехала в новый дом и Синди хотела убедиться, что там нет чудовищ. Ноти там?